Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. В этом видео приготовим 3 рулета из лаваша с разными начинками. Рулеты очень легкие в приготовлении и из доступных продуктов. Такие рулеты прекрасно подходят для праздничного стола. Если в доме есть лаваш, то неожиданные гости никогда не застанут хозяйку врасплох. Первым приготовим рулет с морковкой по-корейски. Готовится быстро и получается очень вкусным и сытным. Такой рулет красиво смотрится на праздничном столе и приготовить его сможет каждый. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 200 грамм полукопченой колбасы трем на крупной терке. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. Смазываем его майонезом. Удобнее всего смазывать силиконовой кисточкой, но также можно это сделать и ложкой. Сверху все посыпаем тертой колбасой. Равномерно распределяем колбасу по всему лавашу. Кладем второй лист лаваша. Точно так же смазываем его майонезом. Выкладываем примерно 250 грамм морковки по-корейски. Равномерно распределяем ее по всему лавашу. Накрываем третьим листом лаваша. Его точно так же смазываем майонезом. Сверху все равномерно посыпаем тертым сыром. Все скручиваем в плотный рулет. Для рулета понадобилось 3 листа тонкого лаваша по 100 грамм каждый. Рулет заматываем в пищевую пленку, чтобы он не засыхал. Кладем в холодильник настаиваться на 1-2 часа, а можно и на целую ночь. Рулет готов, нарезаем его порционными кусками. Рулет красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Рулет получился очень вкусным и сытным. Сочность рулету придает морковь, а сытность колбаса и сыр. Вместе они прекрасно сочетаются. Попробуйте приготовить такой рулет, я думаю он вам тоже понравится. Вторым приготовим рулет с сардиной из лаваша. Готовится просто и быстро, буквально за 15 минут. Продукты все доступные. Любителям рыбки такой вариант закусочного рулета точно понравится. Сначала подготовим ингредиенты. Одну баночку сардин в масле разминаем вилкой. Предварительно всю жидкость сливаем. 3 вареных яйца трем на крупной терке. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. Измельчаем ножом пучок петрушки. Берем примерно 150 грамм майонеза и выдавливаем в него через пресс 2-3 зубчика чеснока. Все перемешиваем. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша и смазываем его подготовленным майонезом с чесноком. Сверху посыпаем измельченной петрушкой. Вместо петрушки можно использовать укроп или зеленый лук. На петрушку выкладываем равномерным слоем тертый сыр. Все накрываем вторым лавашом. Его точно так же смазываем майонезом с чесноком. Выкладываем подготовленную сардину. Равномерно ее распределяем по всей поверхности. Вместо сардины можно использовать любую другую консервированную рыбу в масле. Все накрываем третьим листом лаваша. Смазываем его майонезом с чесноком. Сверху выкладываем тертые яйца, равномерно распределяя их по всему лавашу. Все скручиваем в плотный рулет. Для рулета понадобилось 3 листа тонкого лаваша по 100 грамм каждый. Приготовленный рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настаиваться на 1-2 часа, можно больше. Еще больше разных закусок на праздничный стол смотрите по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Готовый рулет достаем из холодильника и нарезаем порционными кусками. Кусочки рулета красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Рулет с сардиной получился вкусным и сытным. Готовится просто и отлично подходит как на праздничный стол, так и на каждый день. И третьим приготовим рулет из лаваша с икрой и мойвой и креветками. Если вы ищете праздничную закуску, которая должна быть вкусная, красивая и недорогая, то рулетики из лаваша с икрой и мойвой и креветками идеально подходят этим критериям. Это как раз тот случай, когда из бюджетных продуктов получается невероятно праздничное и вкусное блюдо. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим все ингредиенты. 3 вареных яйца трем на крупной терке. 2 свежих огурца тоже трем на крупной терке. Тертые огурцы отжимаем руками от сока. Складываем рулет. Кладем первый лист лаваша. На него выкладываем икру мойвой с креветками и равномерно ее распределяем по лавашу. Я взяла 150 грамм смеси из икры мойвой с креветочной пастой. Накрываем вторым листом лаваша. Лаваш смазываем майонезом. Удобнее всего смазывать силиконовой кисточкой. На лаваш выкладываем тертые яйца. Равномерно распределяем их по лавашу. Накрываем третьим листом лаваша. Лаваш ничем не смазываем, а сразу же выкладываем подготовленные тертые огурцы. Равномерно распределяем их по лавашу. Все скручиваем в плотный рулет. Также у меня на канале есть несколько меню на праздничный стол. Смотрите их по ссылке на экране или внизу под видео в описании. Приготовленный рулет заматываем в пищевую пленку и кладем в холодильник настаиваться на 1-2 часа. Я положила на ночь. Готовый рулет достаем из холодильника и нарезаем порционными кусками. Подаем на стол. Рулет из лаваша с икрой и моевой получился очень вкусным и красивым. Он достаточно сытный, так как есть в начинке яйца и сочный за счет огурцов. А икра моевы с креветками придает рулету пикантный и неповторимый вкус. Если вам понравились такие быстрые рецепты рулетов из лаваша, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok